Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вторая неделя мая прошла для американского фондового рынка нестабильно и под знаком падения. Правда, американские горки в пятницу все-таки вынесли эталоны индекса США наверх. Однако в целом Dow Jones так низко и так долго – 7 недель не падал с 2001 года. А индикатор общего состояния рынка индекс S&P500 показал самую длинную полосу падения с 2011 года. Так что резкий рост на Уолл-стрит в пятницу никак нельзя считать устойчивым. Тем более, что в азиатскую сессию понедельника фьючерсы на американские индексы торгуются снова с понижением. Давайте рассмотрим подробнее, с каким настроением начинают рынки новую торговую неделю. Снижение рынка США и уход трейдеров от риска вот уже которую неделю проходят на фоне запредельной инфляции, агрессивного повышения базовой ставки и негативных геополитических событий в Европе. В пятницу, когда фондовые индексы рванули вверх, все эти факторы никуда не делись, но инвесторы научились находить позитив даже в нюансах и намеках на улучшения. А таких позитивных моментов в конце недели было даже несколько. Во-первых, данные по инфляции отошли от своих максимумов и показали некоторые признаки снижения, хотя и очень медленными темпами. Опубликованный в пятницу отчет показал пусть и небольшое, но падение с 8,5% в марте до 8,3% в апреле. Во-вторых, Сенат одобрил переназначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы на второй четырехлетний срок. Напомним, что президент США Джо Байден выдвинул его к кандидатуру еще в ноябре 2021 года, а с 5 февраля, когда полномочия Джерома Пауэлла завершились, он являлся временным исполняющим обязанности. После переназначения и по случаю утверждения на посту глава ФРС вновь заявил, что регулятор намерен действовать решительно, чтобы вернуть инфляцию на уровень в 2%, причем это может вызвать некоторые проблемы и даже привести к рецессии, а процесс будет болезненным. Тем не менее, судя по поведению рынка, в том заявление главы Центробанка ослабил опасения инвесторов в том, что в какой-то момент ставка может быть повышена сразу на 75 базовых пунктов. Стоит признать, что хотя опасения инвесторов и снизились, но, конечно, никуда не ушли, и рынок держится на чеку. Поводов для рисков более чем предостаточно. По меткому выражению одного из аналитиков, рынок волнуется в 16 различных направлениях. О том, насколько велики глаза у страха, мы можем судить по курсу доллара США. В пятницу американец на фоне роста фондовых индексов снизился, однако по-прежнему настроен на рост. И это будет уже шестая неделя непрерывного ралли, когда доллар США в роли безопасной гавани привлекает все больше трейдеров. В результате индекс USDX достиг отметки 105.01 – это самая высокая цена с декабря 2002 года. А в целом за 2022 года она укрепилась и составила уже прирост в 9%. Так что не исключено, что мы наблюдаем самую длинную недельную сессию роста цены индекса USDX в этом году. В понедельник в азиатскую сессию Greenback уже успел стабилизироваться после падения в конце прошлой недели. На момент подготовки материала к этому видео индекс доллара упал до уровня 104.45 против корзины основных валют. Таким образом, доллар США начинает неделю около 20-летних максимумов, консолидируясь в ценовом диапазоне 104.41 – 104.64. Для иены начало понедельника стало временем укрепления против доллара США. Напомним, что с похожими настроениями пара USDJPY торговалась и на прошлой неделе. Тогда японская валюта впервые с начала марта сумела преодолеть ценовой барьер на уровне 120 пунктов после того, как доходность американских трежерис взяла паузу в росте. Так как доходности по гособлигациям в Японии зафиксированы, иена уязвима к повышению доходности в США. Однако в азиатскую сессию понедельника спрос на иену на фоне опасений по поводу мировой экономики все-таки усилился. Доллар США дешевеет в паре с японской иеной и торгуется в границах сопротивления 129.64 и поддержки на 128.67. На момент подготовки данного материала цена пары, как вы можете видеть на графике, после достаточно резкого рывка вверх торговалась на уровне 129.40. Несомненно, что откат доллара США и выступления японских финансовых чиновников на прошлой неделе слегка опустили курс доллара к иене. Однако утверждение этих же чиновников о пользе слабой иены для японской экономики на фоне новой статистики выглядит все более спорно. Так, цены производителей в Японии в апреле выросли рекордными темпами. В условиях роста цен на энергоносители и сырье ослабленная иена играет как раз против японской экономики. Цены на нефтепродукты, уголь, железную руду и сталь поднялись на порядка 30%, на химическую продукцию – около 10%, так что безопасная слабая иена не может оставаться таковой до бесконечности. И внешние и внутренние экономические условия подталкивают японскую валюту все ближе к психологически опасному уровню, а Банк Японии к принятию более агрессивных шагов. Осторожность инвесторов сказывается и на положении австралийского доллара в том числе. Кроме повышения процентных ставок, высокой инфляции, глобального экономического спада, на австралийца также давит ситуация на рынке Китая. Согласно свежей официальной статистике, в Китае на фоне локдаунов экономическая активность ослабла, а промышленное производство упало впервые более чем за два года. Розничные продажи в Китае в апреле рухнули на 11,1% в годовом выражении с уровня в 3,5% в марте. Такие новости ничего хорошего австралийскому рынку и австралийской валюте не сулят, а более слабая перспектива экономического роста в Китае в первую очередь скажется на сырьевых валютах, в том числе и на австралийском долларе. Так что сегодняшнее укрепление доллара США к его австралийскому партнеру по валютной корзине вполне ожидаемо. Дневной диапазон пары в азиатскую сессию торгуется с понижением в коридоре между уровнями 0,6870 и 0,6962. И на момент подготовки материала к этому видео цена пары уже упала до отметки 0,6916. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. Мы внимательно следим за ситуацией на рынках и снабжаем вас актуальной информацией и аналитикой. Оставайтесь с нами и подключайтесь к нашему очередному обзору биржевых новостей уже через несколько часов. До встречи!